Продолжение следует... В последствиях с самыми влиятельными представителями властных структур США. 6 июля 2009 года в Москве президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама договорились о создании российско-американской двусторонней президентской комиссии. В основе деятельности комиссии лежат базовые принципы дружбы, сотрудничества, открытости и предсказуемости. И мы полны решимости урегулировать разногласия открыто и честно в духе взаимного уважения и признания точек зрения друг друга. Из заявления о целях комиссии октябрь 2009 года. Сегодня в составе комиссии 18 рабочих групп. Рабочую группу по военно-техническому сотрудничеству возглавляет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Николай Макаров и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Майкл Манн. Глен Малин. Год рождения 1946, 4 октября. Адмирал ВМС США. С октября 2007-го председатель Объединенного комитета начальников штабов США. Мы впервые встречались с генералом Макаровым более двух с половиной лет назад в Хельсинки. Прежде всего договорились обсуждать текущие вопросы области, представляющие взаимный интерес. Мы пытаемся достигать взаимопонимания. Структура, которая сейчас находится между США и Россией в области военно-технического сотрудничества, удовлетворяет обеи стороны. Объединенный комитет начальников штабов США. Сегодня мы беседуем с его председателем, одним из самых влиятельных военных в мире, адмиралом ВМС США Майклом Малином. Господин адмирал, вы высший военачальник в Соединенных Штатах, председатель комитета начальников штабов. Как эта структура вписывается в общую систему сдержек противовесов в вашей стране? Вы только что произнесли два очень важных слова. Сдержки и противовесы. На самом деле так и есть. Сам я, конечно, работаю в исполнительной ветви власти, прямо подчиняясь министру обороны. А он, в свою очередь, прямо подчинен президенту США. И я по закону обязан давать министру и президенту военные рекомендации в силу своих способностей. В политику я не вдаюсь, занимаюсь чисто военными делами, остаюсь строго аполитичным, строго нейтральным. Давать рекомендации президенту и министру приходится довольно часто. С обоими мы часто видимся, обсуждаем текущие вопросы. Это большая привилегия давать такие советы. То есть у вас два начальника – министр обороны и президент? Ну, напрямую я работаю с министром обороны. Но одновременно я и главный военный советик президента. Так что ему приходится советовать. Хотя этого я не делаю, не поделившись предварительно с министром обороны. Система высших органов военного управления США построена по так называемой англосаксонской модели военного устройства. Ее суть – гражданский контроль над военными. Глава военного ведомства, министерство обороны – гражданское лицо. Американцы считают, что благодаря этой модели в истории США человек в военной форме ни разу не претендовал на государственную власть. Начальник генерального штаба Российской армии. Вы – высший военный чин Российской армии. Адмирал Малент, ваш партнер – высший военный чин Американской армии. Есть что-то в их системе, что вам кажется интересным? Или вы считаете, допустим, что наша система, именно такой, по сравнению, военной машины, оптимальна? Или они практически одинаковые, хоть и называются по-разному? Нет, разница есть, и довольно-таки существенная разница. Что американская сторона импонирует и вызывает уважение, я просто кратко по истории. Вы знаете, что в декабре 1941 года, когда японцы нанесли мощный удар по Пёрл-Харбору, и практически американцы потеряли большую часть её флота, это была трагедия, то в то время зародилось понимание, что вообще-то боевые действия ещё того времени должны вестись не какими-то группировками войск, а даже общий характер, и в эти боевые действия должны участвовать все силы и средства в едином общем компоненте. И с 42-го года практически, с января, вот эта система начала внедряться во вселенных Америке. Пентагон – символ военной мощи Америки, самое большое в мире офисное здание. В начале Второй мировой было принято решение вывести Министерство обороны за пределы Вашингтона и соединить под одной крышей все военные ведомства США, располагавшиеся ранее в 17 зданиях. Чтобы сэкономить сталь в военное время, офисное здание строили из железобетона, смеси с 600 800 тонн песка и гравия, добытых из реки Потамак. Пентагон был построен в 1943 году в рекордные сроки – за 16 месяцев. Здание Пентагона состоит из пяти концентрических колец, обозначенных A, B, C, D, E. Кольца соединены десятью коридорами, что помогает добраться из одной точки здания в другую за 10 минут. Общая площадь пяти этажей – 604 тысячи квадратных метров. 26 июня 1947 года президент США Гарри Трумэн подписывает закон о национальной безопасности. Цель – перестроить вооруженные силы США, внешнюю политику и разведывательное сообщество в условиях завершившейся Второй мировой войны. Согласно этому закону, Министерство армии объединяется с военно-морским министерством в Министерство обороны. Действительно, сегодня она, если не образец, то вызывает, еще раз говорю, уважение в том, что вот эта машина военная, работа очень слажена. Они уже в течение 70 лет проводят боедействия, операции совместными силами. У них это взаимодействие заложено в саму организационную штатную структуру. Его не надо организовывать, оно само по себе заставляет человека организовывать. В последние годы я наблюдаю за тем, как российские вооруженные силы меняются. Я знаю, что военная реформа – это приоритет для генерала Макарова и других руководителей. И с самыми добрыми чувствами слежу за этими переменами. Цель и задача реформы – создать вооруженные силы, которые действительно бы обеспечили безопасность нашей страны. Были бы мобильные, современные, оснащенные. Поэтому мы очень много делились с адмиралом Малином то, что делало США, что делается у нас. И мы с ним очень много переразговоров вообще-то о роли вооруженных сил в системе государства. В 1947 году при Комитете начальников штабов был создан постоянный объединенный штаб со штатным расписанием в 100 офицеров. Спустя два года специальным дополнением к закону вводится должность председателя КНШ. Сегодня численность сотрудников объединенного штаба приближается к 1500 человек. Две трети сотрудников – люди в военной форме, а всего в Пентагоне работают 26 тысяч человек. Это город в городе. В метро для Пентагона есть отдельная станция. В день здесь делается 200 тысяч телефонных звонков, отправляется и получается более миллиона электронных писем. Есть магазины, кафе, парикмахерское, отделение банков. Прекрасный внутренний дворик, где разбит парк и можно отдохнуть. Сотрудники Пентагона шутят. Магазины открыты для того, чтобы военные, задерживающиеся допоздна на работе, могли задобрить своих жен цветами, конфетами, а если потребуется, и ювелирными украшениями. Расскажите, пожалуйста, свой типичный рабочий день. Как долго он длится? Как часто вы общаетесь с президентом, с Министом обороны каждый день, раз в несколько дней? Ну, в последние дни работа по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Учитывая, в каком мире мы живем и какие события в нем регулярно случаются. Но бывают и нормальные дни. Типичные — это 13-14 часов в Пентагоне. То есть профсоюза у вас нет? Профсоюза? Да-да, профсоюза. Нет-нет, никакого профсоюза. С министром обороны встречаемся по нескольку раз на день. Обсуждаем текущие вопросы. С президентом обычно видимся раз-два в неделю. Хотя бывают и чаще. Ну, в общем, на доступ к ним обоим не жалуюсь. Я свободно могу с ними общаться. Пентагон — мозговой центр управления и контроля национальной обороны. На верхнем этаже принимаются самые важные решения. Здесь формируется глобальная политика. Здесь находится офис министра обороны США, а дальше по коридору офис председателя Объединенного комитета начальников штабов. Адмирал Малин лично провел нас по коридорам Пентагона. Это, как у нас называется, командующие. Боевые командиры. Вы можете видеть их десять. Мы называем их обычно региональные командующие. Таким образом, это командующий африканского региона, это регионы Тихого океана, это командующий центрального региона, командующий южных территорий, а это, как мы называем, функциональный командир. Он отвечает за транспортировку. У него стратегические задачи. Он отвечает за космос, вооружение, ему подчиняются вооруженные силы Соединенных Штатов. И он несет ответственность за внутреннюю безопасность Соединенных Штатов, за оборону. В мои обязанности входит интеграция запросов, согласование потребностей наших командований. И я со всеми командующими работаю, чтобы все их потребности и операции увязать воедино, чтобы все это происходило как можно более гладко. Заседание комитета начальников штабов всегда проходит в большом помещении на втором этаже Пентагона. Его называют «танк». Так повелось со времен Второй мировой, когда предшественник нынешнего КНШ собирался на свои заседания в крохотной затемненной комнате, напоминавшей своей теснотой внутренность танка. Официальное открытие нового комфортабельного помещения было приурочено к визиту в США в 1988 году начальника советского генерального штаба маршала Ахромеева. Вот здесь, отсюда путь открывается в танк, где проходит заседание объединенного штаба. А это вход в танк, танк прямо здесь. В этом помещении, верно? Заседания объединенного комитета начальников штабов под председательством адмирала Малина проходят раз в неделю. Эти заседания проводятся в атмосфере строжайшей секретности. Собирается элита американской армии, главные военные консультанты президента. Есть еще командный центр национальной обороны. Он работает 24 часа в сутки, 365 дней в году. 15 человек представляют все службы Пентагона, весь спектр компетенций. И все они генералы или адмиралы. Объединением их усилий руководит председатель КНШ адмирал Малин. У меня лично командной роли нет. В американской системе это функции министра обороны. Но я учитываю все аспекты и на этой основе консультирую и министра обороны, и президента. Адмирал Малин, конечно, представлен с самой высокой пробы. Он пользуется просто безукоризненным, огромным уважением среди американских военных. Я это видел при встречах. И его слово очень веско, и действительно, веско продумано всегда. Это человек, который аргументирует свои все действия именно объективными условиями. Он не шарахается из одной позиции в другую. И в этом плане он очень приятный и как собеседник, и как человек, с которым решаешь серьезные вопросы и дела. В 1986 год сенатор Барри Голдуоттер и конгрессмен Уильям Флинк Николс выступают авторами закона, призванного реорганизовать командную структуру вооруженных сил США. Закон Голдуоттера Николса внес изменения в способ управления вооруженными силами США. Начальники штабов теперь не могут лично сообщать свое мнение президенту или министру обороны. Это право имеет только председатель Объединенного комитета. Однако при докладах президенту он обязан довести до его сведения мнение любого члена КМШ, не согласного с принятым решением. А это имена всех ваших предшественников на посту председателя? Да. А это самый первый председатель, 49-й год. Генерал Брэдли? Да, после Второй мировой войны. В коридорах Пентагона увековечена память о событиях военной истории. Самый известный зал героев. В нем хранятся наиболее важные национальные награды. Более чем 350 медалей за военные победы. 11 сентября 2011-го. Вашингтон. Вице-президент США Джозеф Байден, министр обороны Леон Панетта и глава Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Малин почтили память погибших в теракте 11 сентября 2001 года у Пентагона. Ровно 10 лет назад смертники на захваченных самолетах атаковали башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне. В результате террористической атаки погибло 2973 человека. В этот день русский народ вместе с американским скорбил пожертвам этого страшного преступления. Россия не понаслышке знает о терроризме. Москва и Буйнакск, Беслан и Норд-Ост. В мае 2011-го в Санкт-Петербурге адмирал Малин встречался с генералом Макаровым. Это была седьмая личная встреча двух военачальников за последние два года. Они подписали совместный меморандум о взаимодействии в борьбе с терроризмом. Каким Вам видится сотрудничество профессиональных военных России и США в будущем? Этот визит продолжил серию встреч между нашими штабами по крупным вопросам, которые мы обсуждаем. Как противодействовать терроризму, сложная дискуссия прошла по противоракетной обороне. То есть, если взять весь блок вопросов, то практически по всем есть серьезные наработки, прорывные позиции по всем направлениям. Это борьба с терроризмом, с пиратством, понимание, что происходит в мире, что необходимо делать для повышения именно стабильности и безопасности, как в Европе, так и во всем мире. То противоракетная оборона является камнем преткновения. Это очень опасная тенденция. Она, я думаю, ни к чему не приведет, потому что, если взять историю, как только появляется новая система вооружения, то тут же появляется ее противосистема, да. В целом, очень широкая дискуссия прошла по глобальным вопросам, но и очень конкретная. В плане шагов к тому, чтобы лучше понимать друг друга, лучше сотрудничать. Думаю, что в военном отношении мы сейчас работаем друг с другом лучше, чем когда-либо прежде. А как вы определяете основные приоритеты? Как принимаете ключевые решения? Какое решение для вас на посту председателя комитета начальников штабов было самым сложным? По сути, у меня три основных приоритетных направления. Во-первых, надо сосредотачиваться на стабильности на Ближнем Востоке. Здесь же, естественно, война в Ираке. Во-вторых, поскольку мы давно воюем, в США я фокусируюсь на том, чтобы сохранять свежесть нашего личного состава, помогать ему перезаряжаться, заботиться о военнослужащих и их семьях. Ну, а в-третьих, мир велик. И я стараюсь оценивать наши глобальные потребности, чтобы они были сбалансированы. И я примерно раз в год заново оцениваю наши приоритеты. Смотрю, не надо ли их как-то скорректировать. Правда, менять их особо не приходилось, поскольку приоритеты остаются прежними. Самые сложные решения это те, которые требуют отправки наших молодых парней и девушек туда, где им грозит опасность. Мы потеряли уже почти 6 тысяч человек в Ираке и Афганистане. И мы с женой лично встречаемся со многими семьями, вникаем в трудности, связанные с утратой близких людей. С октября 2001 года Пентагон потерял убитыми только в Афганистане свыше полутора тысяч человек. И еще 12,5 тысяч военнослужащих получили ранения. Президент Барак Обама объявил, что до конца лета 2012-го должны вернуться домой из Афганистана 33 тысячи военнослужащих. После этого там останутся еще около 68 тысяч солдат и офицеров, которые, как предполагается, покинут эту страну до конца декабря 2014-го года. В Ираке у меня сейчас около 47 тысяч человек. Рассчитываю 31 декабря, к концу текущего года, свести это число до нуля. Пока от иракского правительства не поступало запроса на то, чтобы мы оставались дольше. Вот у меня вот такой вопрос. Не следует ли нам попытаться добиться прекращения всех войн? Вообще достижима ли эта цель? Я для того и служу всю жизнь в вооруженных силах, чтобы предотвращать войны. И как офицер ВМС, я с молодых лет бывал по всему миру и видел, какие плоды приносит наше присутствие, мощь в плане стабилизации нестабильных ситуаций. Так что я думаю, это благородная цель. Всем нам следует стремиться к прекращению и предотвращению войн по мере возможности. Сегодня, 30 сентября, истекает срок полномочий адмирала Малина на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов. Пять очень непростых для США лет он нес это высокое бремя ответственности. С завтрашнего дня Майкл Малин гражданский человек. Как говорят военные, он положит погоны на полку. Хочу взять передышку, немного отдохнуть. Вообще-то, мне в последние пару лет грех жаловаться. Во-первых, у меня двое внуков, требующих внимания. Мы с женой любим рыбачить, я немного играю в гольф, еще нам нравится путешествовать. Ну и наедине хочется немножко побыть. А там увидим, что будет. Могу вас заверить, что в политику я поддаваться не собираюсь. Во всяком случае, пока. К сожалению, возле вашего имени скоро появится надпись «Сентябрь 2011». Да. И вы уже знаете имя нового председателя. Это генерал Демпси. Достойный человек. 30 сентября по приглашению уже нового министра обороны понятной я должен быть в Вашингтоне. На это получил согласие. Я буду участвовать при смене так называемой власти. Я думаю, что мне удастся переговориться как уже с преемником адмирала Малином, так и с министром обороны. Очень важно при смене руководства не потерять вот ту нить взаимодоверия и сотрудничество, которое было, а наоборот его... Развивать. Я думаю, что тот задел, который сделан со стороны военных, он должен усиливаться и продолжаться. Я думаю, к этому есть все. Спасибо, господин адмирал. Всего хорошего. Хотите посмотреть мой офис? С удовольствием. Вот такой весьма скромный офис. Здесь, на картине Англия, 1917 год, прибытие американского флота. Приятно было познакомиться.